здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева я продолжаю третью часть фильма о валентине ануфриевне чумаченко и в начале этого фильма я хочу попросить прощения извинения за свои неточности в имени во первых дочери валентина ануфриевны не людмила а лариса дмитриевна чумаченко я там сделал ошибку и в это была опечатка и опечатка была во втором фильме в отчестве валентина ануфриевны не онуфриевна а ануфриевна поскольку фильмы делала ночью и видимо вот невнимательность моя к этому привела обратил на это внимание мой муж сделал мне так сказать серьезное внушение для меня это был большим уроком буду следующий раз внимательнее еще раз прошу прощение у зрителей в том числе моего канала и так я продолжаю рассказ о валентине ануфриевне чумаченко это третья часть это посвящена альбому довоенному детским фотографиям потому что сама валентина ануфриевна она как и все советские школьники довоенной особенной поры они занимались буквально всем они впитывали все в этой жизни они ходили в разные кружки они занимались спортом они занимались танцами они они занимались всем что только предлагала тогда советская власть это было здорово это потом тоже продлилось и в наше время и в моем детстве то же самое было хотелось постичь все в детстве было время и желание мотивация огромное количество энергии жажды жизни хотелось заниматься всем и научиться буквально всему я себя вспоминаю я очень хорошо понимаю валентина ануфриевну ее нее вот этот рассказ о своем детстве о своих школьных годах перед войной о том что в советском союзе делали только галоши но это такой троллинг это такой поклёп на наше время на советский строй вот пожалуйста у меня сохранилась вырезка из газеты за 1975 год выставка творчества юных юных это в доме пионеров это у нас мальчики занимались вот чем они только не занимались там делать корабли делали лодки конструировали причем сложнейшие девочек учили шить вышивать домашнем хозяйстве мы ко всему были готовы нас всему научили в детстве разжигать костер остаться если в лесу как не заблудиться нас всему обучали мы были абсолютно приспособлены к жизни и на этой фотографии здесь на этой газете это я и моя подруга кстати золотая медалистка моя одноклассница таня бочкарева вот мы здесь в этом дворце там как-то случайно оказался фотограф и мы попали вот в эту заводскую газету это так слову о том что это продолжалось это было до войны и после войны нами советская власть занималась она сама ходила фото крыжок она сама фотографировала и благодаря этому и сохранился этот альбом это уникальный альбом потому что оказывается больше вообще ни у кого нету такого альбома этих фотографий и еще прежде чем продолжить я не могу не отметить ваши комментарии во первых всех благодарю я рада что пускай даже этот фильм не набирает большое количество просмотров пускай эта тема мало кому интересно но тем кто 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 понимает о чем идет речь тем кто потерял в этой войне близких тем кто имел отношение к участию в этой войне благодаря которой в общем то победе в которой мы сегодня все живем и те кто действительно потерял близких и те кто отсиделся и где эти потомки потому что многих я смотрю сейчас такое отношение как будто они вообще вот не имеют никакого они понятия не имеют об этой войне она для них какая-то такая вот стороной мимо прошла это говорит о том что большинство тех кто воевал за нас они погибли не оставили потомство и кто за них скажет если не мы да я потеряла своего деда я потеряла там еще родственников у меня воевали у меня четверо дошли до берлина но дед у меня погиб без вести пропал другой его брат родной он вот только недавно узнал он погиб концлагере у немцев три три месяца всего хватило чтобы он умер от голода и унижений польском концлагере и что за это никто не должен сказать за это никто за них никто ничего слова не скажет это никому не интересно да не за нас погибли как можно вот это все оставлять я благодарю тех кто остался неравнодушен и в этом фильме я хочу зачитать один комментарий один всего лишь потому что он имеет прямое отношение к судьбе валентины ануфриевны потому что она была в сталинграде медсестрой и вот именно к ней это послание я не могу его не зачитать хотя очень много было других замечательных комментариев но я зачитаю вот именно этот это мне прислал телеграмм женщина моя тезка галина галина благодарю вас за ваш ролик о сталинграде плакала в голос горло перехватила это более трагедия нашей семьи это какое-то чудо я мечтала выразить благодарность медицинской сестре из сталинграда имени не знаю по сути школьница была она в лютую зиму притащила на санках с поезда станции погрузная в село кошки куйбышевской области моего дедушку федора павловича лазарева от станции погрузная до улицы первомайская не меньше 5 6 километров по плохой дороге и эта девчушка тащила деда ему осколок попал позвоночник под сталинградом он защитник бикетовки он как мог руками толкал сани она постучала в окно промерзшая матушка забирайте своего героя не согласилась отогреться покушать сказала что очень тяжелые бои и должна срочно бежать на поезд такие были люди в доме переполох стоял пока все собирали узелок с едой девчонки след простыл и мы никто не знаем ее имени поэтому низкий поклон всем медицинским сестричкам валентине ануфриевне чумаченко пусть будет здорово и радует нас то что пережили бабушки и дедушки это больше подвига злодеи покалечили физические здоровья никто не обсуждает что многие получили военный синдром который перешел детям и до сих пор эта война наносит ущерб она народ новые формы войны идут дом коммунальников был у мамы много детских фотографий видите столько альбомов я что-то даже его да у вас их много не стала я фотокружок уже ходила дом пионеров и в балетной ходила вас были все же надо было объять как ты снимаешь его дали а что да все каждая ценность и каждую школу как вообще была обстановка какая жизнь была думая мы из москвы москве у нас наши родственники я сама у меня предки из воронежа воронежске воронежской области вам и военные на что вы нашла что такое рассказывай у меня много фотографий она с детства связь вы всем занимались бы и творческого активно были да и и танцами и рисование вы даже выступали же в артистка и творческая я же тоже певица между прочим солист кому я не певица нет я танцор это не я это маши наши какие балетный кружок балетный кружок вот он наш балетный кружок а вот тебе довоенные фотографии показывают руководитель сейчас секундочку или же интересные эти самые это наш балетный кружок вот смонтируешься это маша жук на пароходике танцует мы ехали по моему в лагере или из лагеря кто-то там танцует это наш лагерь за обувь вот он лагерь за обувь это наш класс пошли 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 не фотографии перед больной до нашего класса у вас 10 или семилетку развал у вас семилетка или десятилетка вот это я это вера слепого это тачка очаровала все помните мы можем да конечно я же после военности не встречалась они выжили они живы после войны выжили почти все но не все то есть кто-то не переживал да мальчишки же погибли а это за обувь наш лагерь это наш лагерь вот за обувь пожалуйста вот линейки наши вот построение линейки линейки наши вот это вот это мы собираем это медики наши вот это у нас погибла война Тоня Штеменко в Украине нет она погибла в Прыбатске в Прыбатске она одна не вернулась в Сынгры папа мама были с ней две сестрички а она погибла это я все что любила это вот у нас на нижнем поселке на тракторном на нижнем поселке дом пионеров вот это дом пионер это станция садовая она в другой стороне от тракторного противоположной стороне вот так это все уникальные фотографии конечно уникальные это же довоенное это Сочи быть в Саленграде сохранить это все это вообще я не знаю это как чудо какое это у меня пожалуйста это одно и у меня больше ни у кого не схоронил ни у кого их нет я ходила в фотокружок аааа и благодаря этому у вас вот это все сохранилось да а руководил мною как витя шауфлер немец а потом как его судьба знаете судьба он двинулся то есть он с немцем не остался он не предал ничего ничего он остался и с немцами нет зачем они Витя и Шурка старший его но я с Шуркой не дружил Шурка мне равнял если не дружил вот так и тут наш Эмирский вот около корпуса вот все тут наши это наше звено это наши нет они познакомились нет я понял а почему они в Саленград вернулись да мы тоже из Саленградской области в село Нихаевка мы как-то приезжали в Халку а вот сюда будете ближе к нам ехать это Нихаевский район Нихаевский район там его деревня вы в детстве дружили с ними? а? в детстве дружили с ними? в детстве тут наши друзья все это Штеменка Надя это не Штеменка вот это моя подружка оно вообще классно она моя Бладина так Владимир вот она тоже сказали ну так по глупости он погибло погибло да погибло У Зои, это его сестричка, Надя это младшая, Зоя старшая, вот ей три сестрички. У Зои 20 лет исполнилось. Они были при Балтике. А, при Балтике, вот из-за этого там. При Балтике. И мама собрала их Зоиных, вот Зои, Зоиных друзей. Ну, она же старшая. Ну, и то мне там было, и надо, конечно, были, и другие были. И вот стали у ребят, когда у нас, вот, отбирали мы у офицеров револьверы и отдавали на хранение. А там не отдавали, отбирали все. И вот, потом, когда закончилось это торжество, стали ребят уходить в парады. Терпленно? Терпленно нет, мама их. Терпленно нет, нет. Нет, нет, нет. Это моя мама. И вот я. Вот. Это наш класс. Это наш класс. Тридцать девятый год. Вот, смотри. Это вот Соня Шлеменко. Вот сейчас я. Она погибла. Я сейчас сделаю, мы попьем здесь. Вот она погибла. Тетя Лена, мама ее, раздавайте офицерам оружие и кричные. Так надо. И они стали, это оружие, засовываю руку. Засовываю, да. И вот у одного, что работало, и Тони, вот сюда. Все, все. Видишь, мочевой пузырь, все вот вниз. Вот, как обидно. Да. И она через 20 минут и умерла. Вот, как обидно, да. Да. Такая трагедия была, такая трагедия была. Мама жива, папа живой, с бабушями был в гостеле. Мама и их три девчонки, пять, которые в гостеле были. Вот они, вот Надя, вот Тоня, вот Зоя. Маму слабую другу нет. А маму слабую, у меня бед, они есть отдельно. И вот, и Тоню похоронили-то. Оставили одну. Вот это у нас немка немецкий язык преподавала. Мы стали первой, Ирма Фридриховна. Тоже по-волжеская немка, да? Не по-волжеская. Она немка настоящая. То есть она из Германии приехала, да? Из Германии, да. И преподавала у нас немецкий язык. А она приехала в Советскую Россию или еще до революции она? Нет, она еще до революции приехала. Ну смотри, никто же их не тронул, да? Никто их не репрессировал, этих немцев. Никто их репрессировал. Репрессировали потом, да? Ну, по-волжеской. После-волжеской немцы. это Екатерина. Никто не не могла, ой, какая еще семья красавица. Она вот так даже. Вот мамино детство прошло. Рядом были немецкие села. Поэтому она их всех знала. Рядом были немецкие села. Она и немецкий язык знала. Приезжали сюда немцы. Она с ними еще пыталась что-то лялякать. Я разговаривала в немецкие ныне. Только небольшие фразы такие. Да, они прямо в восторге были от нее. Вот дядя Ваня. Точен папа. Угу. Это мои подружки все. Давайте я вам вот это могу подарить. Это все мои подружки. У нас их несколько. Это наш класс. А вот это, если хотите, Туся. Штеменко. Вот. Она погибла у нас. Угу. Она с папой. Папа. Она на папу похожа. Угу. Туся и папа. Одно лицо. Угу. Вот это про Сталинград. А вот это об отце о моем. Угу. Сейчас. Это я вам даю. Да, это нам. А, это нам, да? Хорошо. Я вам даю. Спасибо. Вот. Смотрите. А это вот Фадин. Он с ним служил вместе. Сейчас, мимичку. С отцом, да? Да. Открытие. А потом он в академии служил. И он до генерала. И он таки себе добился звания Героя Советского. Уже не Советского Союза, а звания Героя России. А Саша? Он давал в академии. А Саша Фадина. Вот. Да. Мы к нему ездили. Лейтенантишка у нас был в батальоне командир танков. Отец майор был. Ага. Капитан. Угу. Он был лейтенантом. Ну, молодец. Молодец. Сашка, ты дружок. Кто? В Москве, и они... Добился. Добился, да, да, да. И он добился звания именно за взятие Киева. А как он может быть Героем России, да? Герой России, он, поскольку он выпустил столько офицеров, он же участвовал и позже. Отец в 40 лет уже ушел в отставку. Все, он уже не захотел. Он так навоевался, что ему уже ничего не хотелось. Не преподавать, ничего. Угу. Поэтому... В Академии преподавала. Да. А Фадин молодец. Он преподавал в Академии. Вот об отце написано. Вот история Великой Отечественной войны. Александр Фадин. Герой Советского Союза. И станкистов. Начнем. Вот с этого. Что это за источник? Угу. История Великой Отечественной войны. Том 3. Так. Какой год? Это у нас 61-й год. Ну, это издание 61-го года. Он переиздавался несколько раз. Надо мне посмотреть, нет ли у меня этого. И вот, пожалуйста, страница 339. Вот. От Чумаченко. Комбат Чумаченко. Так, сейчас я попробую сфотографировать. Угу. Сфотографировала. Вот это источник такой официальный. Угу. Ну, а потом, конечно, много писали. Но мама у меня молодец. Она, видите, как и живет долго. И она очень хорошо рассказывала. Это сейчас она вот после падения. Угу. Вот. Я думаю, что вам там тут кое-кто знаком. Ну, да. Чего там такое? Мам, я тебе дам обязательно. Ты же забыла уже. А. Это вы встречались с Путиным, да? Это я. Ну, не один раз встречались. Это Путин. Да, да, да. Это ребята. Это их уже нет. Они давно умерли всех. Это какой год фотография? Какой год? Это 2000-й, 9-й мая, 2003-й. Ну, что же. Замечательно. Это он здесь у вас был? Да, да, да. Это в Панораме. В Сталинграде, да? В Панораме. В Панораме. Угу. Вот она показывает у вашего Димы. А Дима мой. Ну, у меня в Кировском районе они все. Ну. Все сохраню. У него их много. Так, мам, чаем будем угощать? Я пошла чай ставить. Я пока фотографии тогда заснимаю. Да, давайте снимать. Эту я вам дала. Вот части и объединение. Это наше вот. Угу. Это Дима. Итак, вот завершаю я свой фильм. Рассказ, интервью Валентины Ануфриевны Чумаченко, ее дочери Ларисы Дмитриевны. Очень интересно нам было пообщаться. Я сейчас вот говорю. Хотела сказать о своих ощущениях тогда. Я хочу сказать, что я потом, вот у меня отразилось в памяти. Женщина прошла такую тяжелую жизнь, она прошла такую тяжелую войну. Она видела смерть, она видела раненых, она видела мучающихся, умирающих. Она видела свой разоренный, разбомбленный город. А она такая светлая, она вспоминает только хорошее. От нее исходит свет, от нее исходит тепло. С ней было настолько комфортно, с этой женщиной. Я представляю, вот если бы мы встретились, скажем так, ну вот так бы время сместилось, и мы бы встретились, когда она была помоложе. Какая она была озорная, какая она, она сейчас такая живая. Она сейчас с юмором. Она сейчас, она полна любви, она полна жизни. Дай Бог ей здоровья, дай Бог здоровья ее дочери. Огромное, огромное спасибо, что не пригласили нас. Ведь в наше время это тоже вот так вот взять и пригласить людей к себе домой. Короче говоря, мы очень довольны этой встречей, наполнены. Я даже не знаю, как вам передать, у меня слов не хватает, чтобы выразить все эти чувства. Это какие-то замечательные люди. Просто мы соприкоснулись и с историей семьи, и с историей любви этой семьи. Это так редко. Я надеюсь, что вы тоже это почувствовали через фильм, потому что вы писали в своих комментариях. И вот здесь вот немножко прикоснулись к фотографиям довоенным, уникальным фотографиям. Была жизнь, была замечательная жизнь до войны. И ее порушили, ее разрушили, потом восстановили. И в 90-е годы опять нам все разрушили. Ну вот, что дальше? Восстановим или все? Нет, все я так говорить не буду. Обязательно восстановим в очередной раз. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Пока живы такие люди, пока есть связь между поколениями, пока мы сами помним это, живем этим, передаем это своим детям, пока мы это в своих соцсетях об этом говорим, они не смогут нас победить. Не смогут. Но это надо все хранить, это надо передавать, оно само по себе не сохранится. Надо прикладывать усилия. Благодарю вас за внимание. С вами была Галина Кунышева. До свидания. А по Сталинграду, по допотопному Сталинграду будут продолжения. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.